В 20 веке человечество стояло на грани ядерной войны. Это стало следствием сложных отношений между двумя сверхдержавами – СССР и США. Напряжение достигло своего пика в 1962 году в Атлантическом океане, где советская подлодка, гонимая взрывами шумовых гранат, едва не торпедировала американский военный корабль. Лишь по счастливому стечению обстоятельств удалось избежать страшных последствий, которые могли бы затронуть весь мир. Об истории противостояния США и СССР расскажем в этой программе. Однажды со страницы YouTube-канала «Интернет-истории» пропала шапка и логотип. То же самое произошло с другими каналами для российских зрителей. И это лишь верхушка айсберга. Современный интернет изобилует всевозможными ограничениями. Тут картинка не загрузилась, там сайт не открылся. Но выход есть. Все это можно исправить с помощью VPN-сервисов. Но какой из них выбрать? Рекомендую обратить внимание на VPN-сервшарк. Подключение происходит за считанные секунды после нажатия одной кнопки. И перед вами открывается глобальный интернет без ограничений. О чудо! В YouTube тут же отображаются все картинки и аватарки. Кроме того, Сервшарк защищает ваши личные данные всегда и везде. Ваше местоположение и история загрузок становятся тайной. VPN шифрует вообще весь трафик. При этом Сервшарк не хранит информацию о своих пользователях. Мошенники в интернете больше не проблема, потому что более миллиона известных вредоносных сайтов уже заблокированы автоматически. А встроенный антивирус защищает ваше устройство в режиме реального времени. Напоследок самое интересное. По одной подписке можно пользоваться Сервшарк вместе с друзьями на неограниченном количестве устройств. А по моему промокоду INTERNETVPN вы получите скидку 85% плюс 3 месяца бесплатного пользования. Если что-то не понравится, в течение 30 дней есть гарантированная возможность вернуть деньги. VPN-сервшарк. Откройте для себя интернет без ограничений, безопасно и анонимно. Ссылка в описании. Войны сопровождали человечество всегда. С течением времени масштабы вооруженных конфликтов увеличивались. В 1914 году в Европе вспыхнула небывалая прежде по масштабам Первая мировая война, которая затронула свыше 30 государств и унесла около 16 миллионов жизней. Источником агрессии стали ведущие капиталистические державы, стремящиеся к переделу уже поделенного мира, к овладению новых рынков сбыта и сфер влияния. Вместе с накопленными противоречиями в европейских странах усилился милитаризм, высокими темпами шла гонка вооружений, возрастала численность армий, насчитывающих миллионы солдат. В таких условиях война была неизбежна. Чтобы понять, как человеческая цивилизация вообще дошла до мировых войн, нужно вернуться во времена великих географических открытий. В 15 веке европейские мореплаватели начали открывать новые земли, где народы сильно отставали в техническом развитии и не имели представления даже об огнестрельном оружии. Европейцы без труда превращали эти территории в свои колонии, выкачивали полезные ресурсы, а местных жителей делали рабами. С одной стороны, это приводило к разграблению огромных районов, истреблению целых народов, работорговли и чудовищным преступлениям, а с другой стороны, приносило огромную прибыль Европе. Так началось зарождение капитализма, где большие деньги двигали прогресс вперед, а на злодеяния закрывали глаза. Именно европейские колонизаторы открыли и заселили современную территорию Америки. Они же придумали треугольную торговлю, когда корабль из Европы плыл в Африку, забирал оттуда рабов как дешевую рабочую силу, перевозил их в Америку, забирал оттуда продукты, произведенные рабами, и возвращался в Европу. Этот треугольник стал основой процветания многих европейских городов. Спустя столетия Америка из колонии превратилась в независимую страну США, однако с Европой ее объединяет общее прошлое, а английский язык – основной в Штатах. К тому моменту, когда более развитые страны начали создавать колонии, Русь только освободилась от 240-летнего господства монголо-татарского ига и стала русским царством. После освоения территорий Сибири и Дальнего Востока русское царство стало Российской империей. К 1914 году крупнейшей в мире колониальной державой была Великобритания. Далее шли Франция, Нидерланды, Германия, Бельгия, Португалия и США. Завершив раздел свободных земель, ведущие капиталистические державы перешли к борьбе за передел мира. Развитие капитализма достигло стадий империализма. К Первой мировой войне привели следующие причины. Вопросы распределения колоний, наличие спорных территорий, обострение противоречий за рынки сбыта источники сырья и передел сфер влияния. В начале 20 века система союзнических отношений разделила Европу на два военно-политических блока. Тройственному союзу Германии, Австро-Венгрии и Италии противостояла Антанта, куда входили в том числе Великобритания, Франция и Россия. Итогом Первой мировой войны стал крах нескольких империй и монархий – российской, германской, австро-венгерской и османской. В Российской империи накопившиеся внутренние проблемы привели к революции. Народное восстание свергло императора Николая Второго и спровоцировало гражданскую войну, в результате которой власть перешла в руки советов рабочих и солдатских депутатов, где ключевую роль сыграл Владимир Ленин. Он развил и применил на практике философские учения Карла Маркса и Фридриха Энгельса о преобразовании мира. Ленин хотел переустроить жизнь общества путем его перехода от капитализма к коммунизму, где промежуточным звеном был социализм. Так образовался СССР – Союз Советских Социалистических Республик. Что же такое капитализм, социализм и коммунизм? Если коротко, капитализм – это экономическая система, в основе которой лежат три вещи – частная собственность, наемный труд и производство с целью продажи и получения как можно большей прибыли. Капитализм создает конкуренцию, которая рождает прогресс и двигает цивилизацию вперед. При этом капиталистическую экономику не волнуют вопросы справедливости распределения денег, что ведет к социальному неравенству, где есть до крайности богатые и до крайности нищие люди. Суть капитализма – гонка за прибылью. Социализм – это экономическая философия, которая основывается на социальном равенстве людей. Государство владеет всеми крупными производствами и справедливо распределяет благо среди трудящихся. Лозунг – от каждого по способности, каждому по труду. Производство нужно для использования, а не для получения прибыли. Высшая ступень развития социализма называется коммунизмом. Важную роль в коммунистическом движении сыграли учения Карла Маркса и Фридриха Энгельса, философов XIX века, которые разделили развитие общества на пять этапов. Первобытно-общинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, коммунистический. Развитие общества от первобытного строя к коммунистическому есть общественный прогресс. Путь от капитализма к коммунизму, где все люди будут социально равны и потребности каждого удовлетворены, лежит через социализм. Несмотря на то, что Энгельс говорил о возможности построить социализм только под одновременным диктатом трудящихся из самых цивилизованных стран, в СССР хотели начать этот путь и строить социализм в отдельно взятой стране. Первая мировая война шла с 1914 по 1918 год. Вся ответственность за ее разжигание была возложена на Германию. Страны-победители в качестве компенсации за причиненный ущерб отобрали у немцев часть их территории и лишили всех заморских колоний. Кроме того, немцам запретили иметь армию численностью свыше 100 тысяч человек, а также тяжелое вооружение и авиацию. Ко всему прочему, Германия должна была выплачивать странам-победителям крупные денежные выплаты, репарации. Немецкий народ воспринял все это как унижение. Национальное чувство несправедливости с годами лишь усиливалось. Последовавший экономический кризис и безработица способствовали приходу к власти Адольфа Гитлера, человека с крайне жестокими взглядами. В основу пропаганды Гитлера легла идея об угнетенности немецкого народа. Среди прочего, он обещал вернуть Германии потерянные земли. Таким образом, последствия Первой мировой войны привели ко Второй мировой войне, еще более крупному и кровавому вооруженному конфликту. За шесть лет войны, с 1939 по 1945 год, по приблизительным оценкам погибло свыше 70 миллионов жителей Земли. Мир разделился на тех, кто поддерживал Германию, и тех, кто противостоял ей. В 1941 году, после успешных завоеваний в Европе, Гитлер напал на Советский Союз, но уже в 1945 году потерпел разгромное поражение. В результате войны ослабла роль Западной Европы в общемировой политике. В мире сформировались две сверхдержавы – СССР и США. Отношения между бывшими союзниками накалились сразу. Но так как открытых вооруженных столкновений не было, это противостояние историки назвали «холодной войной». Силы двух сверхдержав изначально были неравны. После Второй мировой Советский Союз сильно ослаб. Много городов было разрушено, потери убитыми составили около 27 миллионов человек, в то время как территория Соединенных Штатов от войны почти не пострадала. Погибших насчитывалось менее 500 тысяч, денег в США стало в два раза больше, а экономика считалась самой сильной в мире. Кроме того, американцы обладали монополией на атомную бомбу – самое мощное и разрушительное оружие на тот момент. В 1945 году в ходе Второй мировой США сбросили по одной атомной бомбе на японские города Хиросима и Нагасаки. Взрывы сравняли с землей все в радиусе нескольких километров. Люди, находившиеся близко к гипоцентру, буквально испарялись на месте. Всего от двух взрывов погибло по разным оценкам от 100 до 250 тысяч человек. Сразу после окончания Второй мировой американцы начали разрабатывать планы по сбросу атомных бомб на десятки городов СССР. План был, но производство бомб шло так медленно, что для массированного авиаудара их не хватало. Советскому Союзу ничего не оставалось, как вступить в гонку вооружений и вскоре создать свою атомную бомбу для защиты страны. Это была борьба двух разных идеологий, политических и экономических систем. Западный капитализм против советского социализма. Каждая сторона имела заинтересованность в распространении своей модели жизни на другие страны. Но стимулы были разные. Простыми словами, Америка стремилась к доминированию, а Советский Союз не хотел стать зависимым государством. Эти разные стремления и привели к холодной войне между двумя сверхдержавами. В книге «История ракетно-ядерной гонки США и СССР» автор Евгений Буянов пишет следующее. В послевоенные годы США помогли странам Западной Европы преодолеть кризис выдачи крупных кредитов для поднятия промышленности. Но при этом плотно привязали их к своей экономике, финансам и военным структурам. Это была система кредитов, за которые надо было расплачиваться американскими долларами. Значительная часть этих кредитов предоставлялась на условиях закупок на них определенных американских товаров. СССР отверг подобную финансовую помощь, поскольку это вело к экономическому подчинению США. В 1949 году Америка совместно со странами Западной Европы образовали блок НАТО, как утверждалось, с оборонительной целью для возможной агрессии извне. В 1954 году СССР подал заявку на вступление в НАТО, но фактически получил отказ. В Москве это расценили как антисоветскую направленность блока НАТО. В качестве ответа на исходящие от Запада угрозы Советский Союз создал организацию Варшавского договора, в которую вошли социалистические страны Восточной Европы. Таким образом, в мире сформировались две крупнейшие противоборствующие силы, каждая из которых обладала ядерным оружием. К 1962 году ситуация между сверхдержавами накалилась до предела. На территории Западной Европы в границах стран-участниц НАТО появились американские военные базы и ракеты с ядерными боеголовками. Особую тревогу у советского руководства вызвали американские ракеты в Турции, которые за 10 минут могли долететь до Москвы. Кремль расценивал это как прямую угрозу. Нужен был симметричный ответ, и он последовал с самой неожиданной стороны. На острове Куба под боком у США произошла военная революция. Подконтрольный американцам диктатор Фульхенсио Батиста был свергнут. К власти пришел Фидель Кастро. Американцы пытались переломить ход событий, даже организовали на Кубу военное вторжение наемников, но потерпели сокрушительное поражение. Фидель Кастро понимал, чтобы отстоять независимость острова и не допустить очередного американского вторжения, нужна военная поддержка от других государств. Тогда-то на помощь пришел СССР, а лидер страны Никита Хрущев придумал разместить советские ракеты на территории Кубы, прямо у границ США, достигнув тем самым паритета в холодной войне. Кубинским революционерам эта идея понравилась сразу, и стороны быстро пришли к соглашению. Летом 1962 года началась тайная операция «Анадырь». В условиях строгой секретности из Советского Союза на Кубу пошли суда с оружием и военнослужащими. На остров были переправлены грузовики, самолеты, танки, зенитные орудия, а самое главное – свыше 40 баллистических ракет с ядерными боеголовками, которые позволяли поразить цели почти на всей территории Америки. Однако скрывать тайную военную операцию «Анадырь» удавалось недолго. Вскоре фотографии советских ракет на Кубе появились у президента США Джона Кеннеди. Это стало полной неожиданностью для всей администрации Белого дома. Впервые в истории американской территории угрожала опасность ракетного ядерного удара. Вооруженные силы США моментально были приведены в повышенную боеготовность. Военачальники предложили Джону Кеннеди нанести по Кубе бомбовый удар с воздуха с последующим вторжением десанта. Но это могло привести к ответным действиям Москвы и вообще к ядерной войне, поэтому решение откладывалось. В итоге, почти после недели раздумий, американцы, нарушая нормы морского права, фактически ввели морскую блокаду Кубы, называя это карантином с целью препятствия поставкам вооружений. Никита Хрущев считал подобные действия незаконными и заявил, что любой корабль под советским флагом будет игнорировать блокаду, а в случае атаки со стороны американцев последует ответный удар. Надо отметить, что установка ракет на Кубе была вполне законна и не противоречила международному праву. Разумеется, советские ракеты являлись угрозой для США, но в Европе ранее были размещены американские ракеты, которые представляли аналогичную угрозу для СССР. Несмотря ни на что, 24 октября 1962 года около 200 кораблей ВМС США начали патрулировать Карибский регион в радиусе почти тысячи километров. В это время на Кубу один за другим шли советские суда с оружием. Узнав о блокаде, многие из них разворачивались на обратный курс, но не все. Сложилась крайне напряженная ситуация. Именно здесь, в море, произошли события, которые едва не стали началом ядерной войны. К тому моменту, когда американцы ввели морскую блокаду Кубы, руководство СССР уже направило в тот район подводные лодки, которые в случае обострения конфликта могли нанести удар по американскому флоту из морских глубин. Выполнять задания изначально должны были атомные подлодки. Но в то время у первых атомоходов были проблемы с реакторами, поэтому на Кубу отправились четыре дизель-электрические подлодки проекта 641 по классификации НАТО «Фокстрот» — Б-4, Б-36, Б-59 и Б-130. Каждая несла на борту по 22 торпеды, одна из которых была с атомной боеголовкой. Применять атомное оружие разрешалось в двух случаях — по приказу из Москвы или если противник пробьет дыру в прочном корпусе. Настолько все было серьезно. Главный же недостаток дизельных подлодок заключался в необходимости регулярного всплытия для зарядки аккумуляторных батарей. Схема такая — в надводном положении лодка идет на дизельных двигателях, которые одновременно заряжают аккумуляторы. В подводном положении движение происходит только за счет аккумуляторных батарей. Батареи садятся за считанные дни, после чего необходимо всплывать, включать дизельные двигатели и все повторять заново. Итак, 1 октября четыре советские дизельные подлодки вышли из базы в Мурманской области и направились к берегам Кубы, чтобы, согласно заданию, обосноваться в одном из местных портов. Переход длился около 20 дней и давался непросто. Сильный затяжной шторм кидал корабли так, что моряков выбрасывало из коек. На смену шторму пришла невыносимая жара. Все четыре советские субмарины были приспособлены для плавания во льдах, но не в тропиках. Кондиционеры на борту отсутствовали в принципе. Температура в отсеках, где работали двигатели, доходила до плюс 60 градусов. Настоящее пекло. Даже глубина не могла охладить корпуса лодок. За время перехода обстановка в Карибском регионе кардинально изменилась. Активность противолодочных сил ВМС США возросла в геометрической прогрессии. Около 200 военных кораблей заблокировали Кубу в радиусе 1 километра. В небе летали самолеты, сбрасывая в воду гидроакустические буи для поиска подводных шпионов. Чаще курсировали эсминцы, работая своими радио- и гидролокаторами. Остаться незамеченным в такой ситуации было практически невозможно. Все четыре советские подлодки в разное время были обнаружены. Все они подверглись длительным преследованиям. Американцы бросали в воду шумовые гранаты. Три взрыва по международной классификации приказ всплыть. Подлодки всячески пытались уйти от преследователей. Маневрировали, меняли глубину. И только одной удалось уйти, не показав своей рубки. Три остальные подлодки, разрядив свои аккумуляторы, были вынуждены всплыть и оказаться в окружении военных кораблей США. 27 октября произошла череда событий, которые стали самой острой фазой Карибского кризиса. Этот день прозвали «Черной субботой», потому что никогда раньше мир не был так близко к ядерной войне. Над Кубой советским оружием был сбит американский самолет-разведчик У-2. Пилот Рудольф Андерсон погиб и стал первой и единственной жертвой Карибского кризиса. А вечером 27 октября корабли США вели себя настолько агрессивно против советской субмарины, что едва не вынудили ее ответить торпедной атакой. Дело было так. Подлодка Б-59 под командованием Валентина Савицкого под водой пыталась уйти от преследования. Американские эсминцы бросали в воду сигнальные гранаты, принуждающие к всплытию. Командир Савицкий подумал, что началась война и решил в ответ атаковать противника торпедой с ядерной боеголовкой. Однако старшим на борту подлодки был начальник штаба подлодок Северного флота Василий Архипов. Он не дал своего согласия на выстрел торпеды и атака не состоялась. После пяти часов маневрирования, когда аккумуляторы почти сели и иного выхода не было, Б-59 всплыла в окружении 11 американских кораблей, включая авианосец. С авианосца взлетали самолеты и обстреливали воду вдоль бортов советской субмарины. Эсминцы шли на таран и в последний момент резко разворачивались. Для устрашения кидали в воду сигнальные гранаты. Вырваться из этого окружения можно было только под водой. Когда аккумуляторы Б-59 достаточно зарядились, советские подводники придумали хитрый трюк. Они вытащили на кормовую надстройку фанерный ящик, набитый бумагами, и бросили его в море. Приманка сработала, один из эсминцев двинулся в сторону ящика. В это время подлодка быстро погрузилась, выстрелила из торпедных аппаратов имитаторы шумовых грибных винтов для отвлечения внимания и тут же скрылась в глубине. Между тем, мир все еще стоял на грани ядерной войны. Американцы уже всерьез планировали бомбардировку Кубы, но оттягивали наступление до понедельника 29 октября. Интересно, что войны никто не хотел, однако Кеннеди и Хрущеву было важно избежать впечатления, что они идут на уступки. Конфликт удалось решить в воскресенье 28 октября. Лидеры двух стран сошлись на следующем. Советский Союз убирает ракеты с Кубы, а США обязуются не нападать на остров и вывести ракеты из Турции. В течение нескольких месяцев условия были полностью выполнены обеими сторонами. Решение СССР о вывозе ракет с Кубы, принятое без согласования с Фиделем Кастро, было воспринято им болезненно. Кастро до последнего убеждал Хрущева нанести ядерные удары по США и не понимал, почему Кремль пошел на уступки. Однако мирное разрешение конфликта не только сохранило жизнь миллионам людей на Земле, но и определило независимость Кубы на многие десятилетия вперед. Уж кто и выиграл от итогов этого противостояния, то точно Фидель Кастро. Карибский кризис стал самым острым конфликтом во взаимоотношениях двух сверхдержав — СССР и США. У Советского Союза с годами полностью отпала необходимость в размещении ракет на Кубе. Это связано с тем, что советские ракеты стали межконтинентальными, а также с появлением атомных подлодок с ядерными ракетами на борту. Во время Холодной войны подводные ракетоносцы СССР регулярно несли дежурство у берегов Америки, готовые в любой момент нанести сокрушительный удар. Это было ответом на размещение американских военных баз и ядерных ракет вблизи советских границ. Карибский кризис преподнес человечеству важные уроки. В ходе противостояния не раз возникали ситуации, которые могли выйти из-под контроля руководителей двух стран и привести к ядерной войне. Стало понятно, насколько уязвима наша планета, и чтобы сохранить на ней жизнь, людям важно уметь договариваться. Считается, что Холодная война закончилась вместе с распадом Советского Союза в 1991 году. К тому времени было накоплено столько ядерного оружия, что его хватило бы уничтожить весь мир несколько раз. После Карибского кризиса на Западе возникло мощное общественное движение в поддержку ядерного разоружения. В результате был подписан ряд международных договоров и количество ядерного оружия в мире начало сокращаться. Социализм, который пытались построить в СССР, так и не был построен. У системы были свои плюсы и минусы. Но нельзя забывать главное, советская модель жизни общества привела к победе над нацистской Германией и к запуску первого человека в космос. Капитализм доказал свою более высокую жизнеспособность и продолжил править миром в разных формах и вариациях. Нужно признать, что капитализм принес много благ и за каких-то несколько сотен лет вывел человечество на качестве на новую ступень развития. Вместе с тем, в капиталистическом обществе все большим становится разрыв между богатыми и бедными. Для примера, 1% самых богатых людей Земли владеют большим состоянием, чем все остальное население планеты. Также нельзя забывать о темной стороне капитализма. Борьба за деньги, ресурсы и влияние привели к двум самым страшным мировым войнам в истории. Появление в 20 веке ядерного оружия заставило по-другому взглянуть на возможные будущие мировые войны. С одной стороны, это оружие может превратить в пыль все вокруг. Но с другой стороны, именно это обстоятельство является сдерживающим фактором. Ведь в случае ядерной войны, после разрушительных взрывов, радиоактивные осадки распространятся по всему земному шару, не щадя ни жертву, ни агрессора. Возникнут страшные проблемы, связанные с голодом, болезнями, нищетой населения и крахом среды обитания. Ядерная война – это общая угроза для всех людей, и ею нельзя решать никакие проблемы, иначе она создаст такие новые проблемы, с которыми никто не справится. Человечество должно осознать, что в ядерной войне победителей не будет. Субтитры создавал DimaTorzok